Иногда, чтобы продвинуться вперёд, надо от чего-то избавиться. В моём случае... Лицо показал, ё-моё! Это была маска. Да, у меня такая же хуйня была раньше. Я тоже лицо не показывал. А чтобы двигаться дальше, ну, надо было всё-таки показать. Моя изюминка. Фишка. Главная причина, почему мой канал смотрит. Оооо! Жиза! Мне тоже тратят мозги, блядь, некоторые среди подписчиков и зрителей. Хес, не показывай лицо, интерес к тебе может упасть, и просмотры упадут. То же самое писали. Один в один. Один в один. Братан, потеряешь себе просмотр и не снимай маску. Пишут ему. И мне такое писали. Не показывай лицо. Просмотры упадут. В итоге, я показал лицо, просмотров стало в 10 раз больше. Ну, тогда, на тот период времени. Ох, блядь, как же тогда просмотров у меня много было. Это просто пиздец. Это просто пиздец. У меня тогда видео, после того, как я лицо показал. Вскрой, пожалуйста, лицо. По-братски. Ээээ, набирали, знаете, сколько просмотров за день? За один день. Миллион. Сейчас я о таком только мечтать могу. Только мечтать. Я тогда помню, первое видео у меня набрало, когда я только лицо показал, полтора миллиона просмотров за сутки. Ээээ, я думал, что он как бы... Ну, просто это видео набрало и всё, да? Ну, потому что лицо показал. Я ещё потом несколько видосов записал с лицом вместе, да? Там, летсплеи. Но, сука, и они по миллиону собирали Я такой думаю, ебать Нихуя себе Ещё на меня тогда подписывались По 40 тысяч человек в день На ютюбе Короче Не всегда Когда ты показываешь свое лицо Это плохо Иногда это даже приносит Очень даже много аудитории А есть, да, примеры, когда кто-то показал себя И наоборот Хуже стало Она стала частью нашей идентичности Нашей? Да, скамерс в синей маске В скамерс без маски А какая у него маска-то была, господи У него просто лицо было обработано эффектом Но само лицо, так или иначе, было более-менее видно Как будто призыварёт на улице То есть сейчас то же самое я вижу А если он очки снимет? Скамерс Моя вторая личность Олег Брэйн Вот Олег Брэйн, да Там, по-моему, как-то эффект наоборот был Не очень хороший от того, что он показал лицо Супердёрдинг к моему рассказчику Слинг к моему шейге, в конце концов Но вот вопрос А кто я без маски? На самом деле, вопрос «Расскажи о себе» всех ставит в ступор С одной стороны, люди всегда хотят представить себя в лучшем свете Но с другой, вроде как, и хвастаться тоже не хочется Что ж, попробую Я уже два года как живу в Америке И чё? А я три года А я круче, получается У меня есть свой ютуб-канал У меня тоже Ещё и несколько А ещё и канал на Твиче Я круче Золотую кнопку не забирал Потому что кататься по стране предпочитаю на лих... Ухаживаю за собой Но в отличие от Паприка Байтмана Да, я тоже, кстати, масочки делаю Косметологу хожу иногда Да, 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 да Жей в подворотне не забиваю Они мне нужны для видео Я почти не имею вредных привычек Которые дали бы мне резкий буст дофамина Ебать Он это я, получается Такая ж херня, реально Я даже чай не пью Что такое? Я не понял Мы братья? Кофе не пью, потому что он меня не бодрит О, то же самое, блядь Я кофе не пью, потому что он меня не бодрит А даже наоборот Я начинаю хотеть спать Почитаю чай матэ Алх... Ну, чай я особо тоже не пью Покаголь на меня действует как снотворное А... Ну, поначалу весело, потом да Одноразки Поэтому я тоже стараюсь не пить Не курю Тоже не курю, кстати Просто потому что натурал И... Не понял сейчас А я не курю одноразки, но... Ладно Вроде бы все хорошо Да только вот видишь ли выгорание Это когда вроде и все у тебя отлично И вроде... А, ну вот у меня такая ж хуйня была Точно-точно Я че лицо-то показал? А потому что я начал ощущать, что че-то как-то все Заебало мне без лица стримить И видосики записывать Да и идеи закончились А без лица сложно че-то придумать И все Я такой Ну, пора бы уже, наверное, лицо показать А то выгорание какое-то началось Вроде бы ты это даже понимаешь Но одновременно жизнь как-то потеряла вкус Фук Вот помнишь запах DVD-дисков из детства? Да С первым вдохом ты уже понимал, что следующие два часа пройдут офигенно Ну да Так вот сейчас этот запах почему-то уже совсем не тот Каждый раз, когда ты моешь... Потому что коронавирус, видимо Запахи атрофировались Вот Руки в пенке от мыла на каждом пузыре есть маленькая радуга И она всегда находится на одном и том же месте Но наш мозг просто перестает обращать на нее внимание лет в шесть И так во всем Вещи, которые ранее приносили удовольствие, со временем надоедают Именно поэтому мы и начинаем юзать разного рода стимуляторы Начиная с кофе и заканчивая чем покрыть Осуждаю На 99% людей... Я еще не юзаю никакие стимуляторы Нахуй они нужны ...совершают ошибку Они не учитывают такой... Для меня, возможно, стимулятором являются какие-то определенные достижения по жизни Именно поэтому я часто переезжал туда-сюда Потому что, ну, что-то новое дает мне мотивацию Именно поэтому я решил попробовать еще когда жил в России Пожить в Москва-Сити Для меня это прям... Таким стимулятором было жестким Типа нихуя Что-то интересное, новое, классное, вдохновляющее И желание появляться сразу стримить туда-сюда Самый охуенный стимулятор, это, конечно, Америка Когда я сюда решил переехать Устаживаются, и в скором времени у них остается только зависимость А все эффекты сходят на ноль Но решение есть Уменьшить содержание кофеина Так, какое-то время одной порции капучино мне хватало на весь день Опять же, есть пруфы, что даже один большой глоток кофе может тебя стимулировать Да, эффект не будет таким сильным Вернее, ты его даже и не почувствуешь Но зато потом... А вы кофе пьете? У тебя не будет и резкого подъема, а затем и спада сил Рецепт простой Варишь утром Американо Опрос можно, пожалуйста, в чате? Пьете вы кофе или нет? Просто пьете кофе, да или нет? Заливаешь бутылку со льдом и добавляешь любимую... Фу, блядь, что? Фу, кофе, холодный кофе со льдом Фу Что за извращение, блядь? Сори за мат Так, ну давайте, голосуйте Пьете вы кофе или не пьете? Нихуя себе, большинство пьют Ого, это вкусно, не знаю Я однажды попробовал холодный кофе, это было отвратительно А ты летом горячий хуяришь Я летом просто пью воду И осенью, и зимой Максимум, что я могу выпить, это цикорий Цикорий И то, потому что он вреда не наносит И он такой, типа, ну Не стимулирующий И пью я, потому что он, ну, типа, горячий, чтобы как-то Ну, типа, проще было разговаривать долго Так, 56% ответили, что они пьют кофе Ну, круто Я как раз подумываю кофейню свою открыть в Нью-Йорке И раз уж большая часть моей аудитории Все-таки пьет кофе То, может быть, реально надо Чего вы лыбу тянете-то, блять Я реально подумываю открыть что-то Уже давно А барби-шоп, да похуй, кофейня будет интереснее И прибыльнее Реально Сначала хату купи Я... Да, наверное Но... Кофейня это заебись Тут у меня очень много подписчиков Которые могли бы, в теории, приходить Кофе пить И вот, поэтому, да Да... Да и не только подписчики тут дохуя людей Все американцы пьют кофе А нахуй нам в кофейне, мы же не в Нью-Йорке Вот у вас появится стимулятор Появится мотивация Действовать Что-то делать, чтобы приехать в Нью-Йорк И сходить в мою кофейню Да... Появится цель Если сейчас у вас нет цели приехать в Америку И вам кажется, что это все бессмысленно Вот смысл появится Кофейня Хесуса Че бы не приехать-то Да, чел Ты не американец, если не пьешь кофе Да, блядь Ага, 12 часов лететь ради кофе Нет, спасибо Долбоеб, блядь Ну на Америку посмотришь заодно, сука Дурак Ой, блядь В Киеве открой Я, кстати, думал в Украине что-то тоже открыть Ну, губами, блядь Не-не, серьезно Серьезно Когда закончится война Потому что сейчас меня туда не впустят Ну, если вот, когда все закончится Не если, а закончится Если меня впустят Да, и у меня будет возможность Что-то в Украине открыть свое Я бы это сделал Реально Я реально бы это сделал Но Вот в чате уже пишу И там расхуярят Вот тут хуй знает Не знаю Конечно, могут найти Найтись те люди Которые скажут Ааа, русский, блядь На нахуй что-то там, да И все А я-то американец, вообще-то Короче Не знаю Но хотелось бы Кофейню в Украине открыть Мы сиропчик для вкуса А дальше делаешь по паре глотков Каждые полтора часа И наслаждаешься эффектом Считай та же наркомания Но без осуждения общества Если ты постоянно с кофе Ты независимый Ты просто деловой Но, как я и говорил Проблема вовсе не в бодрости Мне нужно было как-то Найти вдохновение И вернуть вкус к жизни То есть, если я не пью кофе Я шо, не деловой? А еще побороть надуманное СДВГ И вновь обрести фокус Черт уверит Даже музыка Уже не вызывает Тех эмоций Что первые тысячу Прослушиваний на репите Бляж За, сука У меня вообще складывается ощущение Что музыка Все Я не могу найти музыку Ту Новую музыку Новые треки Которые бы мне нравились Которые бы я смог Сейчас слушать В ближайшие Хотя бы две недели У меня Закончились Треки в спотифай Из того, что есть В плейлисте Заебало От этого уже тошнит Я это уже не могу слушать А там около 200 треков У меня Не так уж и много Наверное В сравнении с тем Что у вас там Происходит Какой пиздец Блядь И Моя мотивация Не твоя санная кофейня А город Бостон Нахуй Спасибо за 120 Так вот 258 треков У меня в плейлисте Все заебали уже Я уже долгое время На протяжении месяца Пытаясь Что-то новое найти То есть я просто Открываю спотифай И Один трек Второй трек Скипаю 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 Скип 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 Нихуя нет Вообще ничего Одно говнина Говнище Неинтересное Ну и долбоеб ты Че я могу сказать Самурай Спасибо А фильмы Говорит что Лишние 05 промилле В крови Помогают человеку Расслабиться Не терять Самобладание И быть творческим И открытым А вот фильмы Иногда интересные Идейки подают И я начал гуглить Исследование Это конечно хорошо Но меня больше Интересует практика Оказывается Уже придумана Такая интересная Штука Как пик Балмера Стив Балмер Это бывший Гендиректор Майкрософта И якобы У него в свое время Была теория Что алкоголь в крови Должен быть У любого Уважающего себя Программиста Чтобы Чего Так сказать Продуктивно Кодить И вот Собственно Это он На пике Своей Производительности Была ли после Алкогольного пика Еще и кокаиновая Впадина Мы не узнаем Но вот акции Майкрософта За время его правления Во впадину Ушли так точно А сам Балмер Был признан Худшим руководителем Корпораций в США Да и в целом Исследования Хоть и говорят о том Что микродозы Алкоголя Могут помочь Но нюанс в том Чтобы этот уровень Поддерживать Для этого Тебе надо будет Не просто разок Выпить Что такое микродоза Прям постоянно Пить в течение дня Закончится это тем Что ты просто сопьешься Как и герои фильма А теперь скажи Что бы ты сделал Если бы в один день Тебе на почту Пришло письмо В котором группа ученых Предлагают тебе Принять участие В не совсем законном Эксперименте Блядь Блядь Кто сейчас Вообще читает почту Спросишь ты Я Ну когда Попробуй другой Стриминговый сервис Спотифай иногда На одних реках Заедает И он не знает Что предложить А еще Ты зря На Соболину Наехал Она как раз В Курске живет Тоби пизда Спасибо В своем чистом почтовом ящике Который используется Только для двухфакторки Ты видишь слово Которое по определению Является спамным То знаешь ли Невольно обращаешь На него внимание Микродозинг Галлюциногенами Об этом сегодня Доносятся Из каждого утюга Фильмы в оригинале Я бы хотел Получить Телескопе А потом Когда уже Научусь Кататься Когда уже И машины Надоедят Надоедят Да То что тогда О блять На самолетах Не имею летать Дай-ка научусь О Самоотсос Вот это У меня тоже Еще пока не получается Но я не хотел Стать наркоманом И вот Чаша моих весов Все никак Не могла найти Равновесие С одной стороны Галлюциногены Действительно Могут усилить Творческий потенциал И чувство эмпатии И эффект Остается Аж на целую неделю После приема Логично предположить Что те же эффекты Можно получить И микродозингом Да Но я видимо Об этом уже не узнаю Потому что Судя по последним запретам Ютуб смотреть нельзя А чтобы не смотрели Уж точно То на всякий случай Запретили и випены Ну что же Пока Реклама в впн Это это же какая там ссылочка то о о чё за ссылка в чат появилась not block нет что это в п н чуть за в п н за 250 рублей в месяц всего лишь ебать так же самый дешевый пент который я знаю не запретили еще и дышать то расскажу как эти да рассказывай рассказ как ты знаешь любое новое вещество должно пройти испытание и для этого фармакологические компании иногда проводят эксперименты где им нужны участники именно такое письмо из хогвартса и лежало у меня на почте меня приглашали поучаствовать в клиническом эксперименте стать подопытным кроликом для исследования с психоделиками все что от меня требуется это выпивать одну капсулу в день и репортить свои ощущения что в капсуле от меня не скрывают в ней маленькая доза разных галлюциногенов лсд псилоцибин и мухоморы можно сломать не будет потому что это микродозин а значит действующего вещества там будет недостаточно а нахуй тогда это нужно и его должно хватить чтобы изменить мой мозг наследовательно и мою жизнь если если в худшую сторону но я снова начал гуглить и читать все что на сегодняшний день известно про микродозинг психоделиков в двух словах что понял расскажу и тебе если прям коротко и на пальцах то твой мозг это строгая старая бабка которая экономика как-то один чел рассказывал ну достаточно известный что работники space x все юзают микродозинг его их чуть ли там не илон маска заставляет это делать но опять же это рассказы я не утверждаю хуй знает что там на самом деле мет электричество потому что силой с их намотает счетчик да и вообще выключай свой компьютер нахрен с розетки а то сейчас выйдет пробки а электричество это вот собственно ваши серотонины и дофамины в общем то от чего зависит твое настроение но любое психоактивное вещество будь то кофе или псилоцибин говорит бабка иди нахуй отсюда и оказывается что бабка то за все время тысячи долларов на похороны но она скорее отправит их мошенникам чем отдаст тебе а вот псилоцибин в отличие от нее экономить не будет а я кстати силы цибин выдает тебе все и сразу отсюда и все эти эффекты визуальные и зрительные искажения а как относиться к 11 проще говоря в 3 но речь идет об обычных дозах мне же предлагали микро звучит заманчиво но увы в таких вещах когда тесить собираюсь на себе надо быть по-настоящему душным я нашел исследование о том что микродозинг псилоцибина повышает продуктивность уменьшает сдвг и вообще может перенести тебя на новый уровень жизни он ну ничего себе блять помню еще раньше я читал такого замечательного автора и его книгу пища богов в ней он придумал максимально неправославную теорию поротой обезьяны о том что наш предок ел псилоцибиновые грибы и поэтому обрел сознание не то чтобы он делал это специально он а так очевал и ел все что жевалось и сразу не выглевалась и вот именно грибочки и запустили стремительную эволюцию так появился о нью-йорк зык способность к рефлексии осознание себя и так далее пруфов не будет сказал макена но лучше верьте мне на слово и некоторые вправду поверили вдохновившись мыслью стать веномом чел несколько раз водил себе псилоцибин внутривенно чё долбоёб что ли буквально он пускал по вене отвар из грибов в итоге супергероем он не стал а вот грибы продолжили размножаться в крови и как ты понимаешь ни к чему хорошему это не привело мужик впал в литургию и у него отказали органы поэтому грибы по венам не пускаем и хоть макена этого не советовал но зато он рекомендовал принимать героические дозы псилоцибина не путать героиновыми это или мало ну для сравнения микродоза псилоцибина составляет миллиграмм которые еще и разбивают на два приема на этом моменте я сощурился и начал гуглить сколько от псилоцибина было смертей оказалось задокументирована только одна и то это был слон это не от псилоцибина наш бедняги ради эксперимента через дротик вели героические 297 миллиграмм лсд это в три тысячи раз больше чем доза с одной марки но я не слон и уж тем более не мама а я вписаться в мутный эксперимент который может стоить мне кукухи решение так себе поэтому письмо я удалил исправляться решил собственными силами стойкое ощущение что жизнь проходит мимо меня только усиливалась я думал что ситуацию смогут исправить путешествие и посетил десятки городов это стало новым дорогим источником эмоций но с каждой новой локации их было все меньше у меня появилась толерантность у меня было буквально все чтобы ловить от жизни кайф но почему-то не получалось знаешь как по феномену бады романхаффа когда ты узнал о чем-то новым то ты начинаешь замечать это везде вот так и мне казалось что буквально все вокруг что-то принимают и облегчают себе жизнь иначе откуда у них столько сил то самое письмо не давало мне покоя в калифорнии если гола из травки и я вспомнил что всегда можно посоветоваться с ним кто черт побери из нас вообще читает лицензионное соглашение особенно если софт пиратский как и в случае с этими мутными учеными но они ведь предлагают бесплатную наркоту о чем тут вообще можно думать я проставил галочки и до самой ночи смотрел футураму на следующий же день почтовом ящике меня ждала упаковка на 30 капсул поначалу я даже на секунду пожалел просто вот ты не видел человека под мухоморным передозом а я видел твоя психика буквально отправляется в преисподнюю и не факт что вернется видосы с такими трипами я бесплатно выложу в свой телеграм-канал ссылочка на не надо всякую мой и подобные эксперименты проводят по следующему принципу все участники делятся на две группы одна получает плацебо а другая настоящее вещество то есть в моем случае галлюциногены плацебо это обычный крахмал или сахар то есть то что никак на тебя не повлияет ну разве что только если у тебя диабет но у меня его нет хотя знаешь отчасти иронично что человек захотевший трип вместо него может попасть гликемическую кому конечно никто из двух групп точно не знает о том что в его капсуле а иначе эксперимент будет не объективен но каждый верит что у него именно вещество а по логике шанс что у меня будут галлюциногены фифти-фифти я флипнул таблу и не произошло ничего не через час не через два не даже через день так прошла целая неделя я уж немного заволновался и переживал что получил плацебо это меня дизморалило но я додумался открыть капсулу и попробовать ее на вкус сладко не было а вот грибочками отдавала я ободрился ведь плюс ко всему часто эффекты от микродозинга не проявляются сразу гифи спасибо поэтому прием курса я не прекратил а просто решил увеличить дозировку вместо одной таблетки я решил скушать сразу несколько это сработало я снова чувствовал себя неуязвимым нет я не собирался снова надевать маску она всегда была часть блять осуждаю ёбаный дебил обращаться к чему ты нахуй этот кадр показал блять к чему блять и не лицам когда мне будет нужно а нужно мне было сразу микродозинг это все же лучше чем остаться без дозы совсем уже знаку останешься без влять знаешь чего чё это было чем себя ограничивать тем более когда таблетки уже у тебя на руках цвета станут более яркими рекламу грибов или что-то так но что судя осуждаю блять а то он был строить сказал что он шары дул и осудил это и сразу какой-то пиздюк решил блять попробовать теперь он виноват мне кажется скамерс и посадят пати хорошего настроения сейчас пиздюки пойдут грибы покупать и никаких глюк терочке а главное микродозить можно что угодно даже лсд и нет резок маздец на части не надо потому что он распределёнными неравномерно пипятка мензурка и дистиллированная вода реклама какая-то бля чё я смотрю наши лучшего заставили меня смотреть друзья вы чё грибоеды что ли 20 миллилитров туда-сюда еще и сука целая инструкция как это делать просто кладем марку в жидкость осуждаю блять чё мы смотрим запасаемся терпением и ждем утренний тощак а еще можно заменить бутылки с этой водой у кого-то в качалке или просто угостить на улице а в следующем выпуске расскажу как добавлять соль по вкусу да иди наху блять какая соль а потом меня отпустила синелиций хоть и знает иногда перегибать палку но он был прав только лишь с большей дозировкой я начал ощущать жизнь наконец-то мои ежедневные репорты которые я отправляю создателям эксперимента изменились вместо стандартного никаких изменений не заметил я мог подробно расписать что я чувствовал я успевал сделать то на что никогда не хватало времени проблем в том что вся эта хуйня скорее всего вызывает привыкань ну как привыкание то есть имеется ввиду что ты вот пьешь там две таблетки сначала ты что-то ощущаешь и потом и это тоже проходит дозировку надо увеличивать потом еще а потом когда такое думаешь не надо остановиться ты останавливаешься а у тебя потом депрессняк нахуй начинается какой-нибудь отходняк жесткий лучше вообще это все нахер не пробовать чтение уборка я даже помыл машину чувство времени изменилось будто бы к суткам добавили лишние 10 часов помнишь как с радугой в мыльном пузыре так и я снова стал замечать вещи которых раньше не видел даже самая обычная паутина вызывала у меня масса восхищений вот ты знал что раньше наркотики тестировали меня паутина вызывает страх я начинаю понимать что рядом а вук ебаный все я сразу по сторонам начинаю оглядываться потому что у меня частая проблема я иду и мне там например в ебаник прям паутина так и все однажды у меня был случай когда тоже иду и меня паутина в лицо и у меня на плече паук я такой аааа короче страшная херня меня теперь фобия что если я запутался в паутине то вероятнее всего паук уже где-то на мне сидит ловушка людях и даже не на крысах именно на пауках под воздействием наркоты они ткали свои сети с ошибками и так ученые понимали что чем кринжовая паутина тем сильнее степень интоксикации но моё муж я муж меня интоксикация высокая поэтому такой кринж на стримах делаю любимое это конечно же закаты мне кажется в лос-анджелесе они другие особенно я засыпал с улыбкой и стал просыпаться намного раньше и все было хорошо пока я не решил дозировку еще немного увеличить а нахуя если все было хорошо увеличивать дозировку уговорил меня на это синий лицей и какой слышал как выглядит трип от галлюциногенов и был подкован если он вдруг случится но почти ничего не изменилось я все также был продуктивен работал над новым роликом дома слушал музыку но в какой-то момент буквы на экране стали оставлять шлейф я не мог понять почему ведь у меня экран на сто сорок четыре герца ведь такого быть не должно когда я потянулся чтобы поправить кабель то увидел что узоры на стене начали плыть хотя стена у меня была одна тонна и я понял что меня накрывает дышащие ворсинки на ковре уже явно не дадут мне сосредоточиться на работе ситуация длилась весь вечер и когда я открыл глаза после бессонной ночи я понял что меня не отпускает свет бил по глазам поэтому я от него избавился я почувствовал как мои сосуды тут же сузились из-за этого кисти руки ступни стали холодными будто у меня в носках лед сердце колотилось так что я буквально слышал его стук в ушах все правильно ведь дозировку я увеличил не по-детски от волнения и учащенного дыхания у меня произошла гипервентиляция легких ну все пизда какой-то момент мне показалось что я не могу вдохнуть я бы тебе не хватало ты же говоришь нормально себя ощущал зачем увеличил бежал к окну но по дороге отвлекся на зеркало и испытал еще один прилив я такая хуйня была того когда я перекурил травы вот тогда да я помню меня такой но я тогда реально чуть не умер вот страха я увидел что мои зрачки так и остались расширенными это объясняло почему я просто траву решил попробовать а вокруг было таким нечетким больше я этим не занимаюсь я пожалел о том что не пройдет ваш безвредно пиздеж она пиздец какая вредная особенно если передоз словишь ты можешь и поломаться нахуй потом у меня вновь панички блять периодически начинались из-за этого потому что ну вот я перекурил меня паническая атака началась я начал задыхаться у меня сердце вот так стучало очень и очень сильно очень быстро я думал сейчас порвет нахуй реально и я задыхался не могу вздохнуть нормально и продолжалось это два часа я задыхался два часа я умирал два часа нет меня еще вот так парализовала ли я не мог нормально нормально даже двигаться наше каждое движение сопровождалось просто какой-то неприятной хуйню мне казалось если я сейчас сделаю лишнее движение у меня сердце разорвется если его как два часа меня херачила херачила и после этого у несколько недель сердце болело короче жопа была полная вот и самое забавное что через полгода после этого случая меня накрыло в самолете у меня началась в точности такая же паническая атака которая у меня была вот тогда в момент когда я перекурил через полгода блять я лечу в самолете и у один в один хотя ничего не курил до того как эту ебаную траву попробовал никогда у меня в жизни не было такой хуйни вот такой вот панической хуйни никогда но стоило мне перекурить все у меня через полгода это повторилось уже в самолете почему не понятно смысле спайс покурил какой спайс вы чё не это трава была спайс это галлюцинации там ты с ума сходишь так далее нет я все понимал прекрасно я был в адеквате я все понимал все было ну типа хорошо не было глюков не было никакой вообще хуйни абсолютно я буквально все понимал просто мне ебашило сердце и все я задыхался как-то так и спустя еще какое-то время я решил проэкспериментировать мне стало интересно что будет если я снова попробую траву покурить какой будет эффект я это было в амстердаме где все легально естественно беру косяк просто чуть-чуть блять вдохнул и у меня тут же я просто начинаю ощущать что у меня опять начинается паническая атака я чуть не охуел типа чё у меня как будто бы началась аллергия на траву и теперь каждый раз вот и даже если я не знаю ну чуть-чуть все пизда у меня просто начинаю сразу задыхаться у меня сразу начинает сердце вот так ебашить прям сразу почти то есть все даже малейший эффект от травы вызывает у меня паничку ну и все а вы говорите блять спайс какой-то спайс это вообще жопа там галюны там люди блять с окна прыгают осуждают я таких желаний не было я лишь просто блять ждал когда меня отпустят и все это с головой уже траблы ну не знаю вроде с головой но реагирует на это сердце не голова блять а сердце и задыхаться я начинаю перестаю контролировать дыхание от травы невозможно словить передоз и помереть ты какую-то залуп попробовал мб и спайс это же синтетическая трава с дикими дозами ну не знаю мне сказали что это трава что там на самом деле было хуй знает почел то самое лицензионное соглашение я стал гуглить эти четыре неизвестные до этого момента мне буквы расстройство сенсорного восприятия сознание остается измененным даже спустя долгое время после три по 50 процентов больных выздоравливают в течение пяти лет у меня может отпустить через неделю а может и через год да самая страшилка а когда меня отпустит на которую такой себе сидр мог ответить на уже все никогда здесь приобретают зловещий смысл что же видимо на свой телескоп я получил насадку калейдоскоп радовало то что по-видимому моя увеличенная дозировка особой роли не сыграла hp 5 появлялся и у людей которые занимались обычным микродозингом и меру знали неважно принимали они грибы с псилоцебином или мухоморы с мусцимолом никогда невозможно знать сколько в грибочке активного вещества ты не можешь даже знать насколько равномерно пропитана марка и лсд ли там или более дешевый и бычий китайский эндион да стив джобс был фанатом лсд и даже не брал на работу тех кто его не пробовал такие как он создали вокруг чиха деликов вайп волшебной таблетки но могло ведь сложиться иначе он мог бы гоняться за невидимыми мухами или кричать что водолазка хочет его задушить и сколько таких случаев было и сколько таких подающих надежд гениев сейчас подставляют свою жопу под очередной укол в дурки мы не узнаем никогда и вот тут мне действительно стало страшно бро не парься я давно живу с этим синдромом однажды даже пришлось сломать позвоночник чтобы объяснять почему у меня всегда расширенные зрачки даже ставку есть всегда ношу с собой теперь никто не думает что я всегда под кайфом теперь все уверены что я был под кайфом поэтому сломал позвоночник всю следующую неделю я был не в себе братан а ты уверен что это не просто твое богатое воображение есть такая штука как эффект нацебо это как плацебо но только наоборот был даже эксперимент где участникам дали по таблетке сказали что это лсд и описали эффекты которые их ждут потом их заводили в специальные комнаты включали на проекторе фильмы и ambient на задний фон все это время там была пара человек которые делали вид что они тоже впервые но на самом то деле они эксперименты организовали они притворялись что трипуют и подходили к людям со словами нихрена у тебя пешки как результат больше половины участников сказали что они были в трипе не испытывали галлюцинации как ты понимаешь лсд никто не давал так что если не хочешь и вправду заработать сердечный приступ то просто расслабься и забей в один день глюки просто исчезли так же быстро как и появились я не мог понять их действительно больше нет или я просто научился с ними жить мое безумие было дымоверсии но впредь я решил слушать только себя они синелицева тем более эксперимент подходил концу сегодня как раз был последний день осталась одна капсула еще один неповторимый закат но внутри меня уже было волнение какая-то часть меня беспокоилась что в конце эксперимента как только закончится капсулы жизнь тут же потеряет свои краски также как они прислали мне таблетки в первый день сегодня у меня в ящике лежало два письма я открыл конверт и начал читать первое сейчас там будет написано мы вас наебали это было плацебо там было написано что исследование подошло к концу если я хочу узнать какие дозировки и действующие вещества я принимал то должен открыть второй конверт при этом у меня стучало сердце там был рецепт той самой индики что подняло меня на новый уровень если я узнаю что там то смогу добывать эти вещества сам а значит у меня будет бессрочный доступ к микродозингу я смогу создавать контент который не создавать может даже выйду за пределы ютуба и придумаю что-то совершенно новое и я разорвал конверт но с другой стороны я уже добился чего хотел это пришли мне тогда этот конверт ёбаный если раз ты не хочешь это открывать я может создам какой-то невибический контент на твиче все охуеть скажет ебать хесус бог жен ли мне этот допинг будет ли зависеть моя жизнь от какой-то капсулы с наркотиками а еще новое новое лекарство придумали ученые жрать говно и вот пожалуйста я знал что скамерс уже со мной навсегда а ты блять покажи конверт или мне пришли по почте однажды после первой затяжки травкой и после первой капсулы с психоделиком он уже не уйдет ведь мы спортики с ним стали одним целом да и последний балмана тоже слегка напугал и знаешь я решил что мне не нужен рецепт а ты охуел блять тебе не нужен нам нужен показывает я уже нашел все что искал и даже кое-что чего знать бы не хотел теперь моя жизнь только в моих руках а что если бы он сразу случайно бы открыл 2 конверта не 1 до постанова все реально куда выкинул блять а она же она упала у него за спиной алло дядя она вниз не улетела кого опять наебываешь а у тебя за спину улетела блять она рядом с тобой лежит еще переоделся в старика какого-то делать вид как будто это не он теперь уважаемый мистер скаммерс хотим вас проинформировать что вы были в контрольной группе принимавший плацебо а ваших капсулах отсутствовало действующее вещество благодарим вас за участие в эксперименте года был проведен анализ всех исследований о микродозинге на сегодняшний день так и чего крупнейшая плацебо контролируемые исследования показали что преимущество микродозинга является результатом эффекта плацебо но микродозинг лсд показал активность мозга в тех отделах которые задействуются при обычной дозе лсд таки что а микродозинг все 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 сисисисисиси сила цибина активировал почти половину серотониновых рецепторов так помогает ли микродозинг и или это плацебо каждый решает сам тьфу блять хуйня короче какая-то не я как-то тоже решил грибочки попробовать ну типа знаете бад биологическая активная добавка то есть не наркота ничего такого я вообще никакой разницы не видел потом короче говоря решил купить а в зал ходил нет и соответственно я решил купить я уже рассказывал типа тоже добавка такой порошок его в стакане разбанчатинг типа он дает энергию вся хуйня я обычно когда пробовал такое покупать какие-то таблетки такие ну хуйня ну ничего не дает ну реально креатин не 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 креатин не помню как назывался что-то там какие-то блять буквы типа витамины туда-сюда блять я его покупаю разбавляю в стакане пью и реально начинают ощущать прилив энергии прям сразу бодрость такая появляется я уже рассказывал я такой думаю нихуя прям перед стримом выпиваю и такой фу блять и просто настроение туда-сюда такой думаю ебать нормально нормально пью его неделю на вторую неделю я начинаю чувствовать что у меня начинает болеть сердце я пью и у меня сердце болит и ну чё за хуйня какого хрена почему у меня сердце болит на вторую неделю это хрень вообще блять 5 http да 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 что то вот в этом роде что-то 5 http а я состав не прочитал и думаю дай-ка прочитаю что в составе то этой хуйни я начинаю читать и вижу что кофеин причем в ебать нормальном таком количестве я такой блять ну и нахуя я это пил блять я мог таким образом и кофе пить а у меня если я кофе пью ну часто у меня сердце начинает болеть поэтому я и не пью кофе вот и все я буду моего подстава наебали тупо реально тупо наебали кофе блять туда подсыпали я вообще в шоке от кофе не такой бы эффект был да нет такой же ну как бы ты же типа энергию получаешь а потом резко тебя накрывает и спать хочешь здесь такая шкуня вот и все хотя от разного кофе по-разному штырит почему-то есть какой-то кофе который я выпью я сразу спать хочу есть какой-то кофе который реально может дать бодрость я хуй знает как это работает правда кофеин кофе но я и перестал эту хрень пить потому что ну какой нахрен кофеин зачем он мне не проще мне надо кофе блять выпить вот такие пироги